Уважаемые коллеги, поскольку здесь не все экономисты, то я постараюсь рассказать по поводу проблемы экономического роста без традиционного макроэкономического словоблудия, значит и обливания слезами состояния экономики. То есть в действительности, в чем серьезная проблема у нас? Серьезная проблема заключается в том, что нам нужно действительно серьезно увеличить темпы роста валов внутреннего продукта. И пустые разговоры по поводу того, что нам, так сказать, валов внутреннего продукта, кузнец придумал, что это неправильно, что можно без него обойти. Это глупости, потому что валов внутреннего продукта, если отбросить подробности, это доходы. Если доходов не будет, то у нас есть единственный способ заниматься в первой распределении, у кого-то забрать, у кого кому-то дать. Мы бы такой опыт имели, результаты негативные. Экономический рост должен быть. А экономический рост за счет чего может происходить реально? Экономический рост может происходить реально за счет инвестиций. Должны быть инвестиции, оплодотворенные технологии, будет экономический рост. Но дело все в том, что в стоячую экономику никакой психически здоровый человек денег не вкладывает. Все это попадали в совершенно ситуацию. С одной стороны, нам нужно увеличивать норму накопления до, скажем, 25% это разумно. А с другой стороны, как ее увеличивать? Значит, единственный способ вроде бы заключается в том, чтобы использовать государство, которое может самостоятельно вкладывать в инфраструктуру. Я об этом немножко скажу попозже. Но, а частный бизнес? И здесь возникает вопрос, а можно ли запустить экономический рост сразу, безинвестиционно? Потенциал экономического роста, это оценки Института народных хозяйственного прогнозирования, это 4,8% в настоящее время. При этом, значит, вклад чистого экспорта 0,8%, валовое накопление 2,6%, госпотребление 0,3% и потребление домашних хозяйств 1,1%. Это важный элемент. А по направлениям за счет чего? Значит, это инфраструктура 1%, вот же я 0,8%, эффективность экспорта 0,7%, модернизация мышленности 0,8% и экономическая инерсия, которую мы сохраняем 1,5%, получаем 4,8%. И в этом смысле, значит, тот ориентир, который был поставлен в послании президента, что экономический рост должен к 2024-2025 году в полтора раза увеличить внутренний продукт на душу населения в России, это требует действительно вот таких темпов между 4,5% и 5%. Я считаю, что, вообще говоря, указы, указы, они ведь можно, их можно менять, переделывать, отменять указы юридически, а послания, они, их никуда не денешься, и я думаю, что мы сохраним это вот направление по посланию. Так, теперь вопрос заключается в том, а реалистично ли это, что для этого нужно, чтобы начать, начать сразу экономический рост. Для этого нужно, во-первых, нужны свободные мощности. Смотрите, что у нас происходит. С 2008 года ввод мощностей существенно опережал рост вала внутреннего продукта. Если вала внутреннего продукта болтался вокруг нуля, то мы ввели дополнительный, почти 40% увеличили мощности, так? А теперь смотрите следующее, на следующее вот там чуть правее. Выясняется следующее, что если мы будем использовать мощности 2008 года, которые были тогда загрузкой, мы можем до 2023 года использовать эти мощности для удовлетворения спроса. Значит, вообще говоря, всё это можно при условии, что есть спрос. А вот смотрите, что у нас получилось. Это по видам, да? По автомобилям у нас мы сбросили в 2018 году по сравнению с 2014 годом с 2 миллионов 200 до 1 миллиона 700. По микроволновым печам, видите, сброс почти на 600 тысяч, по стиральным машинам, по холодильникам. Это неудовлетворённый спрос, так? Значит, если теперь мы смотрим в следующий слайд, правее. Значит, это отложенный спрос, отложенный спрос по сравнению с годовым выпуском. Поясняется, что мы можем в течение нескольких лет, имеем гарантированный спрос. Ну, перетекает весь вопрос вот сейчас, что мы же с вами, нас интересует не спрос, а платёжеспособный спрос. Вот что существенно. А здесь платёжеспособный спрос определяется финансовыми ресурсами. Вот в чём у нас, безусловно, проблема нет, это в ликвидности. Наша финансовая ликвидность избыточна и не используется. И тем самым вполне возможно для того, чтобы обеспечить деньгами этот спрос. Теперь третий вариант, третий фактор. Нужен труд, да, для того, чтобы запустить мощности. Значит, доля работников в обрабатывающей промышленности с низким уровнем интенсивности. Это интеллигентное выражение. Это люди, которые присутствуют и черта ни черта не делают. Присутствуют. Это 20%. Это 20%. Да, а тут ещё интересно, вот справа, это доля работников, занятых низкоколюбцированным трудом. Мы, правда, значит, здесь у нас положение лучше, чем в Турции и Болгарии. Ну, всё-таки 25% таких людей занято. Значит, теперь вопрос о качестве жизни. Наше представление о том, что, вот смотрите, интересно, реальные располагаемые доходы. Мы считаем, что в этих условиях, наш прогноз, на 30% к 2025 году они могут вырасти. И дальше их распределение, значит, расходы на продовольствие там более благоприятные и так далее. Значит, вот выясняется следующее, что для того, чтобы всё это сделать, нужно опираться на тот экономический потенциал, который есть. Это первое. А вот другой вопрос, а как это запустить, всё у нас неудачно, ничего не получалось. Позвольте, нужно, задача является в том, чтобы тиражировать успехи. Вот я сейчас из-за того, по крайней мере, три крупнейших успеха, которого мы достигли совершенно уникальны. Первый успех – это в сельскохозяйственном производстве. То есть мы действительно занимаемся, мы эксключительно экспортируем продовольствие. При этом нужно изменить, что, да, императорская Россия тоже экспортировала продовольствие, но время от времени всё-таки был голод. Здесь мы реально экспортируем свои избыточные продовольствия, и доказательством этому является то, что наши партнёры, которые развлекаются санкциями, никаких нам санкций на импорт продовольствия не накладывают. То, что было когда-то. Второй шумасшедший успех – это то, что мы не реанимировали наш оборонно-промышленный комплекс. Может быть, кто помнит, Юрий Дмитриевич Масляков в 1998 году писал о том, что мы, собственно говоря, большую часть его потеряли, и потеряли навсегда. Выяснилось, что ничего похожего. Мы его действительно реанимировали. Есть, конечно, всякие проблемы, не всегда всё летает, а то у Челомея и Королёва всё всегда летало. Не всегда летало, тоже были проблемы. И это, конечно, уникальное достижение, связанное с тем, что этот оборонно-промышленный комплекс – это реальный анклав, который может обеспечить технологический рывок в стране. Проблема заключается в том, что мы неудачно в своё время, прямо скажем, провели так называемую конверсию. Сейчас мы это называем диверсификацией. Если мы её удачно и правильно проведём, то, я думаю, что можно получить серьёзнейший результат. Ну вот, это что надо делать. Да, ещё нужно учитывать, что у нас крупные мегапроекты, которые реализованы. Я имею в виду и Сочи, который совершенно по-другой вид принял Владивосток с его потрясающими совершенно мостами. Значит, подготовка из регионов к первенству мира, ну и целый ряд других, Керченский мост там и так далее. Теперь возникает вопрос, а что не надо делать? Вот, первое. Если мы что-то решили, это надо сделать. Вот, например, в 2014 году, когда экономисты-экономики встречались с президентом, обсуждался вопрос о проектном финансировании. Проектное финансирование, оно принципиально очень для экономического роста, потому что залогом в проектном сфере является сам проект. Потому что, если этого нет, то кредитование вообще, оно устроено довольно обычно. Деньги дают не тем, кому надо, а у кого деньги есть. Значит, а здесь залогом является сам проект. Значит, прошло пять лет. Что у нас есть? У нас есть проектные офисы, у нас есть инструкции, у нас только нет проектного финансирования. Как не было, так и нет. Значит, просто нужно сделать то, что решили. Это первое. Второе обстоятельство. Крупным вкладом, по нашему мнению, в экономический рост, безусловно, является инфраструктурные проекты. Кто знает, какие инфраструктурные проекты все-таки будут, мы будем строить дорогу куда? В Казань или в Питер? И по-прежнему будет у нас актуальна книга родящего о путешествии из Петербурга в Москву. Просто нет решений. Нет решений. И, наконец, еще одна проблема, довольно принципиальная проблема, это проблема заработной платы. Не будет никакого экономического роста и технологического роста, если не будет роста заработной платы. Значит, разговоры о том, что есть какой-то такой закон о том, что, значит, заработная плата должна расти быстрее, медленнее производительности. Нет такого закона. И хотелось бы сказать, кто его изобрел, кто доказал такой закон. Значит, вопрос соотношения. Если в базе у вас есть равновесие между зарплатой и производительностью, а при этом в условиях производительности доходы инвестируются в развитие, да, тогда это может отставать. А так, вообще говоря, эмпирические последствия показывают, что это все не так. А есть хорошая, мне кажется, мысль такого малосимпатичного политического деятеля, но успешного предпринимателя Генри Форда. Первый, который доказал, что инвестиции в высокую заработную плату – это эффективный способ и развития, и развития спроса. И последний тезис, который я хотел бы сказать, что есть проблемы взаимоотношения российской науки, российской академии наук и общества. И это проблемы, связанные не с какой-то злонамеренностью, а с неким политическим мифом, который возник в начале 90-х годов. А он вот в чем заключается. Он, во-первых, что все можно купить, и деньги есть, мы с технологией, так? Вот. И все можно прочесть. Значит, если все можно купить, тогда зачем нам собственное производство, важны только деньги, а если все можно прочесть, зачем наука и так далее. Потом выяснилось, что, во-первых, купить можно не все, а только то, что вам продают. А вам продают, я имею в виду не рядовую технику, а технологические достижения. Технологические достижения вам продают только те, которые у вас есть. То есть, это такая, этот рынок технологий, это такой закрытый клуб, куда попадают только те, только те, кто, значит, могут располагать собственными. Это у нас, мы имеем космос, ядерная энергетика и так далее. Теперь вопрос о прочесть. Мало же прочесть, надо же понять, что написано. А чтобы понять, что написано, надо этим заниматься. Вот поэтому, если мы откажемся от этих двух мифов, да, тогда будет совершенно понятно, понятно, зачем нам нужны новейшие технологии и зачем нужна фундаментальная наука, которая без этих технологий, без этих технологий, без этих наук развиваться не могут. Спасибо. Спасибо.